Стендап Урал Он такой, ну дай попробую Это можно И потом другим посоветуют Единственное, кого он не репостнул Это мой эфир с ТНТ-4 Что за хуйня вообще Очевидно, зависть, ребят Очевидно, очевидно Витя смотрит на эфиры других комиков Как профессиональные ксилофонисты Смотрят на рекламу мистера Пропера Типа, я тоже так могу сыграть Что за хуйня Я Витя Да, Витя Кстати, Витя на полном серьезе мне говорил Что он не хочет заводить детей Его вообще не интересуют дети Кстати, он не хочет Я его, в принципе, понимаю Очень большой риск Реально, очень большой риск С вероятностью 95% Его ребенок попадет на ТНТ быстрее, чем Витя Это же очевидно Что ж, приглашаю к микрофону Виктор Копаница У него есть шутка Он ее очень часто рассказывает О том, что он объективно очень хорош в минете Это реально его шутка Он говорит Он говорит Дайте мне пару членов И я буду лучшим вообще в мире То есть вот такая шутка у Льва И вот у Льва По итогу его потрясающего минета Эфир на ТНТ-4 И эфир И эфир на канале Парамаунт Я думаю, что Я думаю, что Может он действительно хорош в минете Но выбирает не тех людей Просто Проверяй, что он продюсер Проверяй Потому что мы были на прошлом фестивале ТНТ Где отбирали комиков И мужчины застегнули ширинки И пошли охранять вход Говорят, провальные выступления Учат стендап-комика гораздо сильнее Чем удачные выступления Поэтому за последний год Лев стал самым научным стендап-комиком На всем постсоветском пространстве Лев Еременко постоянно ругается с Гором Потому что им обоим очень нравится Примирительный секс Сейчас не будет особо шуток Я просто сейчас жизу нахуярю Короче, Сережа Дегтярев Сережа Дегтярев Похлопайте мне Я всех предупредил Сережа Дегтярев Первые его выступления проходили Ну реально не очень Ну прям так себе И потом он как? Начал разъебывать всех Просто рвал зал И реально начал разъебывать Мы стали анализировать, как это произошло И оказывается, все предыдущие полгода Он пиздил шутки Упорно, блядь Это реально Он полгода комит нас Шутками западного комика Рори Сковала, блядь Полгода, блядь Просто У него все выступления Строились по принципу 80% прекрасных восхитительных шуток И 20% говна, которые он сам додумал туда Все это время, блядь У каждого стендап-комика Бывает такой момент Когда ты смотришь Крутого западного Состоявшегося стендап-артиста Ты смотришь на него и думаешь Вот это охерительная шутка Жалко, что она не моя Но Сережа нашел выход Он говорит Бля, будет моя Сережа не выступал со стендапом Примерно последние три месяца Потому что Рори Сковал Не выпускает видео Последние три Возвращение Сережи в стендап Очень легко спрогнозировать Берете дату выхода нового сольника Рори Сковала И прибавляете один день Потому что Сережа, блядь Очень старается Он не просто пиздит шутки Он их приукрашивает Я вам сейчас прочитаю одну шутку Рори Сковала Ну, как она звучит в реальности В реальности У Рори Сковала Есть реально такая шутка Вы знаете, что в Бронксе Есть остановка Волмарт Волмарт — это известный магазин Продуктовый Знаете, что в Бронксе Есть остановка Волмарт Вам не кажется, что это Недостаточный повод Для того, чтобы назвать Прямо остановку Что дальше? Харчок Эндрю Это шутка Это шутка Рори Сковала Но Сережа ее приукрасил Поэтому от Сережи Она звучит так Знаете Пошел нахуй Да еб вашу мать И короче И вот как Сережа Произносит шутку Про Волмарт Знаете, блядь, сука Блядь, сука Блядь, нахуй Блядь, в Екатеринбурге Блядь Есть, блядь, сука Остановка Пидорасина Блядь, остановка Блядь Видели, блядь, остановку Блядь, Волмарт А, блядь? Что, блядь, дальше? Харчок Андрея, блядь? Это талант Это талант Улучшить Сложно было улучшить Но Сережа справляется Кстати, внимательно послушайте Что про нас будет сегодня шутить Сережа Дегтярев Для того, чтобы вы потом пришли домой И включили американское шоу про жарка И послушали эти же шутки В нормальном, блядь, исполнении Но я бы Сереже одно Я пожелаю Сереже только одно Типа, Сережа, пой Так, будто никто не слышит Танцуй так, будто никто не видит Выступай со стендапом Так, будто никто не смотрит, блядь Другие стендап-видео Прошлой про жарки Гор очень переживал После прошлой про жарки Он всем в чат писал Типа, что ему очень обидно Потому что на него не написали нормальных шуток Его все просто сравнивали с аутистом И я подобрал других сравнений, короче Я прям постарался Но я действительно тоже недоволен Почему никто из других ребят Не заметил, что Гор реально похож на Тома Хэнкса Он реально похож на Тома Хэнкса В тот момент, когда Том Хэнкс играет Фореста Гампа Не все же про аутизм, ребята Сильнее всего Гор похож только на Дастина Хоффмана Когда Дастин Хоффман играет Человека-дождя Гор похож на графа Дракулу Если бы граф Дракула питался только фастфудом И страдал аутизмом Саша Мокин Саша Мокин, похлопаем Мокин снял сольный концерт в гараже Потому что он андеграунд Он снимал сольник в гараже И отказался от предложений более больших площадок Таких как подвалы и помойки Семья Саши Мокина не любит ходить на представления цирка уродов Но работа есть работа Саша Мокин очень громко храпит Но это потому, что у них в семье такая традиция Если тело больше часа не издает звуков Его закапывают в палисаднике Когда Саша Мокин выступает плохо Он во всем винит вас, аудитория Когда Саша Мокин выступает хорошо Когда-нибудь в будущем